Я участник боевых дней, и я два года был без отпуска, находясь там. И когда мне говорили, что не хватает людей, для меня это было странно, понимаете. То есть кто-то защищает непосредственно там, тех людей, которые не хотят, или их принудительно, в общем. А кто-то просто защищает мобилизации, хотя в законе все четко написано. Мой человек тоже воюет, и мой кум. И я считаю, что если за законом есть законные основы для дать отчетки, там, певные правовые основы, когда человек за состоянием здоровья не может служить, она должна реализовывать свое право, исключительно в рамках закону. Я за законность, дію ТЦК. В стране война, в стране война, и каждый человек призывного века это знает. Уже третий год было масштабное вторгнение. Дивно, что кто-то этого не знает. А згідно закону, згідно обвязков громадянина України, человек мав би піти до центру комплектування, оновести свои данные и запитать, чи, возможно, он потребен, или не потребен в войску. А те, что мы уже видим, это уже наслідки. Наслідки того, что громадяни порушивают закон, но не выполняют свои обвязки. Їх начинают затримывать, просить, пройти. Згідно закону до ТЦК, они начинают, типа, поручатись, так би мовити. Починают продолжать порушивать закон. Это все фильмуется на камеру. И мы видим то, что мы видим. Я сейчас смотрю на тех парней, за которыми бегает, в прямом смысле слова ТЦК. Скажите, пожалуйста, почему оно должно бегать за вами? Обвязок каждого человека, каждого гражданина України, конституционный обвязок. Мы должны защищать государство в разе небезпеки. Ну, правда. Мы должны все стать на защиту нашей страны.